что делать когда унываешь ну разобраться из-за чего у вас возникло уныние и менять отношение к жизни потому что очень часто уныние возникает из-за того что мы не можем принять то что происходит и когда мы сможем принимать и людей и мир таким какой он есть то все в жизни будет меняться из-за чего уныние возникает из-за того что мы думаем что господь нас не любит из-за того что мы сами знаем как должен быть устроен мир что и как должно быть это абсолютно неправильно то есть мы из-за своей гордости за бога решаем что и как должно быть это неправильно и самое страшное что когда человек впадает в уныние то он не может искренне молиться потому что он забывает о любви божией не может жить нормальной жизнью очень часто уныние это только начало если человек ничего не делает с этим грехом то потом зачастую уныние переходит в депрессию и это уже придется лечить в больнице это уже совершенно другая проблема поэтому нельзя недооценивать этот грех он не зря считается смертным грехом потому что может привести к гибели души очень серьезно противоположность уныния это наша благодарность богу если мы с вами благодарны бога если мы принимаем мир таким как он есть и имеем крепкую веру то у нас не может быть уныние если мы благодарим бога за все какое может быть уныние очень часто уныние возникает из-за каких-то завышенных ожиданий когда мы себе придумываем то чего нет на самом деле и ждем чтобы было именно как мы хотим мы впадаем в уныние и это не зависит от того что происходит в нашей жизни это зависит от нашего отношения к происходящему два человека могут оказаться в одной ситуации но один будет бога благодарить получив даже из какой-то плохой ситуации хороший опыт а другой человек оказался в этой же ситуации будет унывать